Открытый микрофон Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, пользователи сети интернет. В эфире программа «Открытый микрофон» в студии Екатерина Беликова. Сегодня у нас в гостях председатель Совета депутатов городского округа Балашиха Тарас Васильевич Ефимов. Здравствуйте, Тарас Васильевич. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Традиционно мы встречаемся после заседания Совета депутатов и обсуждаем повестку дня. Предлагаю непосредственно приступить к ее обсуждению. Первым в повестке дня стоял вопрос утверждения положения, порядка организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительного регулирования и земельным отношениям. Расскажите об основных моментах этого документа. Знаете, Екатерина, надо сказать, что вопросы градостроительного регулирования охватывают достаточно большую часть не только жизни города, но и каждого горожанина. Потому что, что где будет построено, какое решение будет принято, это всегда очень важно. И как следствие того, что по многим вопросам до принятия решения, а надо сказать, что в области градостроительной политики уполномочено решение принимать как глава городского округа по очень большому спектру вопросов, выпуская постановления, так и совет депутатов, выпуская решения совета депутатов, но уже по более узкому спектру вопросов градостроительной политики. И как следствие, публичные слушания, которые проводятся до принятия конкретных решений, могут назначаться или по инициативе главы городского округа, или по инициативе совета депутатов. Ну, а дальше практически все просто. То есть, назначается комиссия, назначается день, готовятся материалы, оповещаются жители города, приглашаются принять участие, приходят, регистрируются, выслушивают вопрос. Но есть некая очень интересная тонкость, которая сегодня с коллегами тоже очень обсуждалась. Надо понимать, что говоря о нормотворческой инициативе, говоря о инициативе населения, которое может выражаться во многих формах, высшим которым является референдум. Говоря о публичных слушаниях, мы все время говорим, что они носят некий рекомендательный характер. Да, там происходит слушание, вырабатывается решение, это обратная связь с населением. Но все говорят, ну, давайте будем голосовать и решение публичных слушаний принимать уже за факт. Но ведь опять возникает вопрос, легитимно ли это решение? Вот как можно соберется в зале 50 человек и проголосуют за что-то? Это будет обязательно для всего города? Нет. Повторюсь. Пусть и участники публичных слушаний поймут это. На публичных слушаниях будут услышаны все мнения. Но решение будет принимать уполномоченный на то орган. Глава, администрация или совет депутатов. Следующие два вопроса были посвящены назначению публичных слушаний по исполнению бюджета за 2015 год. Тарас Васильевич, на какую дату были назначены слушания и где они будут проходить? Ну, вот смотрите, как раз пример уже не градостроительной политики, а пример бюджетного кодекса. Бюджетного кодекса. И также перед тем, как утвердить исполнение бюджета или утвердить предполагаемый бюджет, проводятся публичные слушания. Проводятся они по инициативе Совета депутатов. В данном случае у нас закончился бюджетный год. Напомню, что в предшествующем периоде мы работали с вами по принципу двух бюджетов. То есть, у нас был самостоятельный бюджет как в железнодорожном, так и в Балашихе. И как следствие, публичные слушания также будут назначены как по исполнению бюджета железнодорожного, так и по Балашихе. Назначены они у нас на 11 мая. Первые публичные слушания в 17 часов. Вторые там с некоторой разбивкой, по-моему, в 18 или в 18.30. Я сейчас так как бы вспоминаю. И место проведения – это многофункциональный центр в Балашихе. 11 мая. В 17 часов это будут первые публичные слушания. И давайте сейчас посмотрим, во сколько будут. И в 17.30, видите, и в 17.30 будут вторые. То есть, мы предполагаем в течение так часа, полутора часов эти вопросы рассмотреть. Ну, и также предложить уже Совету депутатов для принятия конкретного решения. На заседании Совета был поднят вопрос об утверждении дополнительных мероприятий по укреплению материальной технической базы отраслей образования, культура и физической культуры и спорт. Расскажите об этих мероприятиях. Действительно, в нашем городском округе действует программа. Мы ее между собой называем программой по наказам избирателей. Бюджет ее невелик. И данное решение – это, в первую очередь, перераспределение денежных средств. Имеется в виду, например, ну, вот конкретный пример. Например, учреждение какое-то образовательное принимало решение на приобретение, ну, не знаю, системы какой-то видеонаблюдения. Но в результате, вот время же меняется, да, и более острым стал вопрос, например, не видеонаблюдения, а самый простой домофон на входе. Да, или какая-то другая система безопасности. И руководитель этого учреждения выходит на совет депутатов. В первую очередь, конечно, на депутатов своего округа. Вот. И с инициативой об изменении назначения использования данных денежных средств. Как не хотелось бы сегодня коллегам депутатов, сумма данной программы осталась без изменений, а изменения были внесены только в конкретные назначения, конкретных платежей конкретного учреждения. То есть, каждая отрасль дает заявки и утверждается, да? Даже не по отраслям, а именно по избирательным округам. То есть, заявки собираются депутатами своих избирательных округов. Ну, в частности, вот у меня в девятом избирательном округе, да, у меня четыре учреждения образования, да, там, два дома культуры, несколько детских садов, да, то есть, и каждый подает свое вот видение, свое желание, что бы им хотелось. В эфире. Радио. Большая Балашиха. В повестке также стоял вопрос о внесении изменений в решение Совета депутатов об утверждении положения об управлении культурой администрации Балашихи. Тарас Васильевич, какие изменения были внесены? Ну, вы знаете, Катерина, Слава Васильевна, как всегда, очень полно представила информацию, но изменения были очень небольшие, они носили технический характер. Например, одно из изменений – это изменение вида печати. То есть, у нас сегодня в городском округе действует только одна гербовая печать, да, все остальные учреждения, комитеты или управления имеют свои бланки, свои печати, но на печати герба уже нет, а есть только надпись. Радио Большая Балашиха. На заседании Совета утвердили положение о порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда городского округа Балашиха. Тарас Васильевич, расскажите, специализированный жилищный фонд – это что это? Ну, надо сказать, что Евгений Анатольевич Кравченко, как председатель комитета именно по жилищным вопросам, он представил два вопроса. Вот первый, что о порядке предоставления жилищных помещений специализированного жилищного фонда, да, и второй вопрос о коммерческом найме жилых помещений. Это не какая-то новация, Катерина, тоже достаточно, ну, не хочу сказать такой вопрос. У нас существовали совершенно однотипные положения, но они были как по жильдорожному, так и по Балашихе. Из-за этого данное решение отменило предшествующее действующее положение, и уже вот точно-точно такое же, то есть не будет ничего меняться, не будет ничего создаваться нового, просто данным решением мы легализовали, если можно сказать, такой же порядок, какой был железнодорожный в Балашихе, но теперь в нашей большой Балашихе. А скажите, Тарас Васильевич, а по вопросу о коммерческом найме жилых помещений, кому будет предоставляться возможность коммерческого найма? Кому она предоставляется? Ну, ничего не изменилось, то есть то же самое, то есть вот как раз Евгений Анатольевич Кравченко, как руководитель, как председатель комитета по жилищным вопросам, также уполномочен решать эти вопросы, да, также у нас не меняется в том числе и количество людей, ожидающих свое жилье, но в то же время появляется еще новая форма коммерческого найма. Я хотел бы также сказать, что, наверное, самое простое, все решения Совета депутатов на следующей неделе будут опубликованы, там прям вот перечислены и категории, и алгоритм. Я бы предложил читателям, которые будут максимально заинтересованы, наверное, обратиться к первоисточнику. Для себя могу отметить, что также, вот я сейчас вспоминаю, предшествующее положение, оно было в таком же виде. Спасибо, Анатолий Васильевич. Это не значит, что завтра нужно там куда-то уже бежать, идти или что-то, и сегодня действуют те же самые появления. В совершении можно будет ознакомиться в сети интернет. Как на сайте Совета депутатов, так и непосредственно оно будет опубликовано в средствах массовой информации на следующей неделе. Открытый микрофон. Напомню, в эфире программа «Открытый микрофон». В гостях председатель Совета депутатов городского округа Балашиха Тарас Васильевич Ефимов. Тарас Васильевич, в дополнительной повестке были два вопроса о передаче муниципального недвижимого имущества. Расскажите, какое имущество было передано и кому? Ну, давайте так. Итак, это имущество и сегодня используется вот этими учреждениями. Первое – это Бюро судебной медицины. Это микрорайон железнодорожного, Носовихинское шоссе. Не помню, по-моему, 12-й дом. И второе есть у нас также, это тоже в микрорайоне железнодорожный, городское отделение Всероссийского добровольного общества, что там, содействие, Всероссийское добровольное общество, добровольное пожарное общество. Данные помещения и сегодня используются ими для уставных задач своей деятельности. А данным решением мы освободили их от арендной платы. Ну, что касается, я думаю, Бюро судебной медицины, да, или добровольного пожарного общества, понимание необходимости их, я думаю, у всех существует, да. Согласно нашего положения, мы предоставляем такие льготы в основном где-то на год. Из-за этого данное решение было по 31 декабря действующего 2016 года. И если у коллег по Бюро судебной медицины вопросов не возникло, и мы однозначно приняли это решение, то что касается деятельности Всероссийского пожарного общества, мы обязательно в декабре вернемся к этому вопросу, потому что главная задача, которая озвучилась моими коллегами, что его деятельность должна быть направлена именно на пропаганду безопасности, безопасной пожарной безопасности, но не только на выдачу каких-то справок, заключений, да, тем более, извините меня, они это производят за деньги. То есть, они взимают за это плату на содержание сообщества. Из-за этого будем смотреть. Может быть, и на аренду у них деньги найдутся в следующем году. Тарас Васильевич, еще один важный вопрос. О принятии муниципальной адресной программы по развитию застроенной территории в границах центральной части микрорайона Ольгина на период 2011 по 2016 год. Расскажите подробнее. Ну, практически недалеко от той студии, где мы с вами находимся, в микрорайоне Ольгина, есть несколько десятков домов, деревянных домов, называемые раньше жилгородок или Гуаз, которые были построены после войны. Это целый исторический факт. Пленными немцами. Но, извините меня, они были деревянные, кстати, даже, знаете, они даже были, я не знаю, многие сторожилы помнят, использованы в фильме сказания о земле сибирской. Да, то есть, группа снимала ее здесь, у нас жилгородке. То есть, это в свое время были достаточно нарядные, деревянные с дома, но, извините, время-то идет, после войны прошло уже более 70 лет, и эти дома пришли в негодность, и из 60 домов сегодня порядка 30 уже снесено, и люди переселены уже в благоустроенные квартиры. Но, вот за тот период, который был обозначен в программе, снести все 60 домов оказалось невозможным. Даже по очень простой причине, что, в первую очередь, когда сносились первые дома, действовала совершенно другая статья жилищного кодекса, и тогда жилье предоставлялось не метр на метр, как сейчас, а по некой социальной норме. И это явилось даже одной из причин торможения программы, потому что количество предоставляемого жилья, ну, наверное, превысило все разумные пределы, потому что, ну, еще раз говорю, сносился маленький домик, но предоставлялся, наверное, жилья тоже практически на большой домик. Напомню, сегодня в гостях был председатель Совета депутатов городского округа Балашиха Тарас Васильевич Ефимов. Тарас Васильевич, благодарю вас за беседу. Это была программа «Открытый микрофон». В студии была Екатерина Беликова. Всего вам доброго. До свидания. Открытый микрофон. Субтитры создавал DimaTorzok